В этом году в Московской области запустили новую программу, которая сделает жизнь пешеходов комфортнее. Огромное количество народных троп, протоптанных жителями, превращаются в удобные благоустроенные пешеходные дорожки. Нововведение коснулось и городского округа Зарайск. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, телезрители. Сегодня мы находимся в деревне Чулки-Соколова. Идет очередная работа по асфальтированию так называемой программы «Народные тропы». Это программа нашего губернатора. Мы про нее уже рассказывали не один раз. Мы выявили таких 20 троп, самых, где больше всего люди ними пользуются. Могу сказать, что сегодня, где мы сейчас находимся, это 12-я тропа, если можно назвать ее тропой, потому что это практический тротуар, который вдоль дороги. Он начинается чуть ли не от раз и идет аж до Дома культуры. Это очень длинная тропа. Она была довольно натоптанная. И сколько раз мы встречались здесь с жителями в Чулках-Соколова, то было очень много просьб сделать тротуар вдоль дороги. Видим, что кладем асфальт. И сегодня мы то, что сделаем, сегодня у нас тут и присутствуют и жители, которые наконец-то дождались того, что давно уже хотели. Таких троп у нас их 20 по всему округу. Общей протяженностью 3 километра. То есть мы сделали все, что было нужно в городе. В городе завершили. Это было 11 троп и 9 троп у нас сегодня на селе. Всю эту программу, все эти работы мы должны закончить в ближайших 3-4 дня, потому что дальше уже будет снег, будет та погода, которая нам не позволит. Но сегодня погода вполне позволяет. И мы с полной уверенностью уверены в том, что эту программу завершим. Хотел бы в пользу случаям сказать нашему губернатору очень большое спасибо, потому что это не 2 копейки это все стоит. И те денежные средства, которые нам выделяет область, мы их в этом году полностью, можно сказать, превратили в то, что обещали. Обязательств было много взято. Ну, могу сказать, что практически подошли уже к финишу. А скажите, пожалуйста, не повлияет ли морозная погода на качество асфальтового покрытия? Ну, смотрите, во-первых, еще нет мороза. Сейчас у нас на улице плюс один. Асфальтные работы, насколько говорят специалисты, что асфальт можно сегодня при тех технологиях, которые сегодня есть, что можно укладывать даже при температуре минус 6. Сейчас машина пришла, я попытался прикоснуться к асфальту, чуть не обжег рукой. То есть асфальт идет с завода, он горячий, никаких не должно быть побочных явлений. Качество от этого не пострадает, это точно. Как правило, за счет таких троп пешеходы срезают дорогу к школам, больницам, автобусным остановкам и магазинам. К сожалению, во время дождей протоптанные жителями тропинки становятся непригодными для использования. Тротуар почти не был заметен. Он как был там с советского времени, там 80-е годы. И там уже все заросло. Мы обратились, конечно, с Виктором Анатольевичем с просьбой, чтобы сделать нам тротуар, обновить его, прислушиваясь к нашим пожеланиям. Мы очень рады этому. Администрация слышит, мы приходим и к депутатам обращаемся, когда нужно будет. Тоже помогает во главе с Еленой Алексеевной, не отказывается. Я вот просто на свое усмотрение скажу, что стало намного легче и доступнее подход к администрации. Хочу поблагодарить, прямо в первую очередь, Виктора Анатольевича за то, что за последние два года как преобразилось наше село. Вы сами видели, прошлись, наверное, по микрорайону, как у нас светло, уютно, красиво. Сейчас вот тротуар обновляется у нас, еще плюс к этому. Что могу сказать? Спасибо и администрации, и Андрею Юрьевичу Воробьеву, он тоже нам помогает. У нас в это лето сделана площадка детская, которая ясельная группа с 3 до 7 лет детям. Ну, там приходят очень хорошие, красивые. Сделали благоустройство, разметку для машин сделали. Завезли землю, очень хорошую для цветников. Это, я считаю, очень. А освещение какое, когда у нас не было, там темно было. А сейчас хорошее освещение, красиво, уютно. Жители нашего села, я думаю, благодарны. Даже не думаю, а уверен, благодарны. Ольга Желодева, Герман Беляев, Константин Куянов, студия Кван, Зарайское кабельное телевидение.